Как не угошать дары Духа Святого? Мир вам, сестры, братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Жить, применяя дары Духа Святого, как это интересно! Ты не знаешь, что будет завтра, куда приведет тебя Дух Святой. Это каждый день живешь и делаешь то, что говорит тебе Дух Святой. Разве это не прекрасно? Но как поступать, чтобы не угошать дары Духа Святого самому, в жизни своей? И возможно ли это? Ну, друзья, возможно. Посмотрим сейчас на окружающий мир. Сколько служителей в нашей Церкви, общения. Хотя дары служения есть для каждого. Каждого Дитя Божьего. И нас с вами. Но мы здесь не для того, чтобы обсуждать своих ближних. А мы говорим о том, как не угошать дары Духа Святого лично нам. Будем говорить о нас с вами. Нам важны личные взаимоотношения с Духом Святым. Он и я. Он и ты, служитель мой. Мы поговорим о некоторых ошибках, которые допускаются в знакомстве с Духом Святым. Интересный вопрос. И здесь ответ – это не перечисление, что нельзя делать, а что нужно делать. Потому что Дух Святой не потом будет, а уже есть. И духовные дары не потом будут, а уже есть у каждого Дитя Божьего. Не только в будущем, а сейчас, здесь, сегодня. Это сразу вступать в служение, не ждать годами. Второе – применять эти дары в церкви, в собрании верующих. Третье – страстно желать. И все. Это все, что нужно делать нам. Остальное отдайте Духу Святому. Садайте вопрос Богу. Где мое место в Твоей церкви? Мы много говорим и будем говорить о Боге, Господе нашем и Духе Святом на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Дары Духа Святого для нас с первого дня. Иногда мы ждем, когда сверхъестественно я сделаю с пророком. И вдруг все скажут – ах, какой он пророк. Друзья, пророками не делаются. Их невозможно поставить на служение человекам. Пророчество – это когда Дух Святой говорит в церкви. Дух Святой сам приведет и даст пророчество для церкви, общения, брату, сестре. Сестры, братья, ждать не нужно. Если Дух Святой уже пребывает с нами и в нас. Дух Святой с первого дня может говорить через нас. Но что нас останавливает? Мы ждем. Не нужно ждать. Посмотрим на Первую Церковь. Вспомню день Пятидесятницы, когда ученики получили знамение и дар Духа Святого, иные языки. Чтобы не сказать – ну это же ученики, они три года были с Иисусом Христом. Мы вспомним Корнилия. Откроем книгу «Деяния», 10 главу, стихи 44 по 48. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слышавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили ее пробыть у них несколько дней. Это книга «Деяния», 10 глава, 44 по 48 стих. Семья Корнилия. Здесь семья Корнилия – язычники, которые не были с Иисусом Христом, не ходили вместе с Ним. Но они сразу получили дар Святого Духа – иные языки. Они получили знамение, подтверждение того, что Бог принял их. Дар служения – иные языки, как подтверждение Богом, что они получили Святого Духа. Это стих 47. И, конечно, они сразу приняли и водное крещение. Они не ждали несколько лет, а дар дается сразу. Дары Духа Святого сразу могут проявляться через нас. Но мы можем их угошать тем, что ждем. Чего? Не знаю. Нужно сразу идти в церковь и начинать служить для Бога. Где? Спросите у старших служителей. По сути, разницы нет, где и кому. Главное – делать то, что нужно в вашей общине. Восполнять нужны тела Христова, невесты Христовой на земле. А какой ваш дар? Вначале научитесь общаться и служить в церкви обязательно с Духом Святым. Раньше все делали сами. Теперь сначала спросить у Духа Святого, а потом делать. Научитесь подметать с Духом Святым. Петь прославление с Духом Святым. Разницы нет, друзья. Главное теперь с Духом Святым. Придет время, и Дух Святой даст вам и ваше. Ошибка. Ждать проявления даров Духа Святого. Правильно. Как не угошать дары Духа Святого? Идти в собрание и начинать служить тем, чем можешь. Но теперь в паре с Духом Святым. Дух Святой готов и хочет через нас с первого дня, через нас служить в церкви, в вашей общине. Дары и подарки Духа. Дары, друзья, не подарки, а дары, таланты для служения церкви Христовой. Подарок – это то, что ты можешь взять для себя, можешь в холодильник положить, можешь передарить. А если нам дает Дух Святой, это обязательно дары, которыми нам служить для церкви, нашей общине, братьям и сестрам вокруг нас, в первую очередь. И вполне может быть и для окружающих, но от имени церкви Христовой. Это дары, чтобы действовать. Это умения, таланты, чтобы лучше было братьям и сестрам. Поэтому они называются дары служения. Их можно применить, только служа другим. Ошибка. Ждать как материальное благо или какую-либо власть для личного пользования. Правильно. Как не угошать дары Духа Святого – это отдать другим. Служить, дать другим то, что можешь в своем служении. А Дух Святой сам будет направлять, снаряжать и давать свою силу и помощь, чтобы ты это лучше делал. Дух Святой хочет заботиться о Доме Божьем и братьях и сестрах. Но теперь может и хочет это делать через нас с вами. Просить, ревновать о дарах духовных. Это 1 Коринфянам 14 глава 1 стих. Дары служения даются только тогда, когда мы активно хотим их, как зарплату. Мы столько времени и силы отдаем, чтобы получить зарплату. А дары служения – от Бога. Откроем только одно место из Писания, где апостол Павел пишет о дарах духовных. Откроем послание 1 Коринфянам 14 глава стих 1. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. 1 Коринфянам 14 глава 1 стих. Друзья, стремиться, достигать, следовать путем любви, как достигаем победы в соревнованиях. Достигать. Ревновать о дарах духовных. Настойчиво добиваться. Стремиться, иметь духовные дары. Домогаться. Искать духовные дары. Ревновать. Это и есть не пассивная позиция, а страстное желание иметь что-либо. Зарплата. Сколько мы усилий, времени и нервов тратим на то, чтобы работать и получать зарплату. Дары духовные. Ошибка. Иметь пассивную позицию. Ну даст или не даст. Правильно. Искать, ревновать, желать того, что ты хочешь. Молись. Проси у Духа Святого. Чего? Того, что у тебя на сердце. Открой свое желание пред Богом. Не стесняйся. Как не угошать дары Духа Святого? Это иметь желание и не отказываться при малейшей задержке. Как не угошать дары Духа Святого? Интересный вопрос. И здесь ответ – это не перечисление, чего нельзя делать, а что нужно делать. Потому что Дух Святой не потом будет, а уже есть. И духовные дары не потом будут, а уже есть у каждого Дитя Божьего. Не только в будущем, а сейчас, здесь, сегодня. Это сразу вступать в служение и не ждать годами. Второе. Применять эти дары в церкви, в собрании верующих. Третье. Страстно желать. И все. Это все, что нужно делать нам. Остальное отдайте Духу Святому. Друзья. Задайте вопрос Богу. Где ваше место в церкви? Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Богу. Сегодня мы путешествовали по времени, были в гостях у Корнилия. И мы еще много будем говорить на темы Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Спасибо.